а вы в курсе что уже буквально в конце августа в сентябре в сочи и да и по всей кубани зацветет амброзия это растение еще называют коварным врагом с божественным названием чем же так опасно амброзия ну во-первых она истощает и иссушает землю и буквально уничтожает весь урожай вокруг себя ну и во-вторых врачи называют крошечную пульсу амброзии сильнейшим и очень агрессивным аллергеном как в сочи по всему краснодарскому краю ведут борьбу с амброзией какую помощь в городских учреждениях здравоохранения готовы оказать пациентам страдающим аллергией попытаемся разобраться сегодня здравствуйте в эфире программа в курсе и я ольга десятого в этой студии мы обсуждаем вопросы которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев ну и сегодня гость нашей программы главный аллерголог города сочи любовь бянкина любовь михайловна здравствуйте здравствуйте уважаемые телезрители спасибо что к нам пришли ну по некоторым оценкам экспертов в россии от аллергии страдает чуть ли не каждый пятый человек есть и такая статистика что касается сочи каков статус но если так можно выразиться в рейтинге аллергичности много ли пациентов обращаются наши городские учреждения здравоохранения с проблемами которые связаны с разного рода аллергии до действительно в городе сочи очень много аллергопатологии связи с тем что у нас повышенная влажность у нас много цветущих растений цветение то есть я не побоюсь этого слова сказать что идет круглогодичный поленос то есть один период полинации он сменяется другим и по статистике ну действительно по статистике по россии каждый пятый это официально человек страдает какой-то аллергопатология в городе сочи в том числе то есть вот за период 2000 и тысячи пятнадцатого года в аллергологической кабинет обратились 884 пациента с бронхиальной астмой в том числе из них детей 463 человека ну и также с полинозами это 553 пациента и детей 239 человек то есть это довольно таки большое количество для города ну можно сказать где-то также каждый шестой пятый шестой пациент человек то есть больше чем в других регионах у нас ну чуть чуть может быть плюс минус один ну и давайте затронем тему амброзии как много людей страдает от пыльцы этого растения и чем же все таки конкретно опасно амброзия ну многим не нужно говорить о наболевшим в прямом смысле этого слова потому что каждый проблема на лицо и для аллергика каждое тяжелое время это период цветения период цветения то есть это период полиноза это сезонное заболевание который захватывает поражение верхних дыхательных путей слизистых оболочек глаз также там могут быть кожные синдромы по типу крапивницы пациента с полинозами действительно очень много потому что в городе сочи период цветения начинается с января месяца ну и заканчивается в декабре месяце где-то может без период так июль немножечко у нас затишье да ну а сейчас позвольте мне привести некоторые цифры статистики по данным эпидемиологических исследований треть жителей краснодарского края страдают полинозами особенно часто имеют аллергию к пыльце амброзии ежегодно появляется еще две-три тысячи больных такой высокий показатель связан с тем что на юге бурное цветение начинается намного раньше чем в других регионах и длится до глубокой осени в основном аллергики это дети а также взрослые от 30 до 40 лет ежегодно в период цветения амброзии руководство краснодарского края в лице губернатора региона вениамина кондратьева ставить задачу уничтожать амброзию принимаемые меры дают положительный результат количество больных полинозом не увеличивается и чистота и длительность обострения у пациентов снижается уничтожать амброзию как сильнейший аллерген крайне необходимо ведь на курорты кубани с целью оздоровления приезжают тысячи туристов в том числе тех кто страдает от аллергии и отдых туристов не должен быть омрачен ничем считает губернатор краснодарского края вениамин кондратьев сейчас настоящее время то есть это август и сентябрь идет полинация амброзии как мы его называем амбразийного полиноза ну достаточно тяжелое заболевание больные конечно же очень страдают от этого и чем она опасна тем что очень часто затрагивает дыхательные пути вплоть до приступов бронхиальной астмы то есть полиноз который может перейти бронхиальную астму полиноз очень похоже на остро-распираторной вирусной инфекции очень часто пациенты путают аллергическое заболевание поэтому конечно же своевременно нужно обращаться к врачу но полиноза протекают в один и тот же период времени то есть если там бразильный полиноз то это август сентябрь месяц и протекает бестемпературно то есть мы с другими катаральными явлениями риноконъюнктивальными то есть чихание профузное выделение износа то есть как рассмотреть себе аллергика вот при этом нет повышения температурной реакции они себя чувствуют прекрасно в сырую погоду во время дождя в пасмурную погоду и состояние ухудшается в солнечную ветреную сухую погоду при прогулках на улице то есть ну здесь конечно может один диагностировать уже доктор то есть терпеть это у вас состояние не стоит проведет срочно обращается к врачам терпеть такого состояния не стоит и я считаю что это даже не считают просто очень трудно терпеть такое состояние нужно своевременно обращаться к врачу какие методики у нас существует в сочи и лечение разного рода аллергии куда нужно обращаться в первую очередь Какие существуют кабинеты, методы лечения, может быть, какие-то современные? Вообще Всемирная организация здравоохранения обещала миллионы евро ученым, которые приобретут вакцину, которая будет не только снижать симптомы заболевания, но и оскоренять их на корню. Но у нас, к счастью, есть рецепты на руках у врачей-аллергологов, которые, которыми мы пользуемся, то есть которые приводят к профилактике развития этого заболевания. Профилактику поленоза, неважно, абразийный это поленоз, либо это зимний поленоз, либо это поленоз колосковых. Мы начинаем за месяц иногда, ну то есть смотря какие методы здесь мы применяем, это все очень индивидуально к каждому пациенту. Есть методы как профилактики, так и лечения. В какие больницы нужно обращаться, куда идти? Это аллергологическое отделение, аллергологический кабинет, который находится при кожеве диспансере. То есть туда обращаться. Да. А за последнее время вот есть какое-то по статистике, может быть, успешнее стали лечить благодаря, может быть, какому-то оборудованию или оснащению больниц? Лучше и легче бороться с аллергией? Легче бороться с аллергией, потому что очень много препаратов, базисных препаратов, хороших препаратов. Вот, то есть, ну в этом случае пациент должен быть так же грамотен, как и доктор, потому что он доктор рассказывает, да, базисную терапию, также аллергенспецифическую терапию, то есть это та же аллерговакцинация, будем говорить. А вот, поэтому, конечно же, лечить пациентов стало намного легче, и, то есть, мы видим качество от лечения и эффекты лечения. Ну, вы упомянули, что амброзия может привести и к астме, астма – это тоже один из видов аллергии. Что вы можете сказать, климат Сочи благоприятен ли для людей с этим легочным заболеванием или нет? Вот, например, Ялта славится как место, где лечат астму, а что в Сочи? Вы знаете, я не могу сказать, что Сочи занимает первое место по… Да, Сочи благоприятен для развития бронхиальной астмы, поскольку у нас высокая влажность, я повторюсь, поскольку у нас очень много цветений, вот. Но я не могу сказать, что Сочи – один из первых городов, который благоприятствует бронхиальной астмой, потому что в других городах, где климат более сухой, где нет такого количества цветений, но есть другие факторы, триггеры, то есть та же загазованность, фабрики, заводы экологические, они точно так же приводят к заболеванию бронхиальной астмы. Поэтому я думаю, что мы где-то наряду с другими городами, но в Сочи благоприятнее тем, что все-таки есть море, и климат не экологическая обстановка, нет той загазованности, конечно, это благоприятствует. Ну и также большое количество, самое, скажу, большое количество крупных здравниц, в которых находятся тоже своевременные методы лечения, как патологии, бронхолюгочной патологии. А климат благоприятствует для излечения астмы? Нет, нет, для излечения, ну, излечения это вообще громко сказано. Ну да. Ну, как вам кажется, вот давайте поговорим о диагностике, как залоге дальнейшего успешного лечения любых болезней. Вот насколько важно быстро диагностировать болезнь для того, чтобы ее потом было проще лечить? Ну, для врача-специалиста, то есть для аллерголога-иммунолога это совершенно несложно, потому что когда пациент приходит к доктору, он приходит своевременно, учитывая его наследственные данные, анамнистические данные, то есть его жалобы, его состояние, его статус, ну, и также дополнительные методы обследования, это проведение скарификации, это лабораторные методы обследования, проведение сперметрии, ну, то есть это, я даже не могу сказать, что в первую очередь, но это обязательный такой перечень для диагностики. И тогда диагностировать бронхиальную астму ее несложно. И чем раньше, на раннем этапе она диагностирована, тем легче она поддается лечению, тем легче такому пациенту подобрать базисную терапию, ну, и аллерген-специфическую терапию в том числе. Ну, наши учреждения здравоохранения обладают? Да, обладают. Все есть, то есть? Да. Ну, и как вы относитесь к такому утверждению, что от поколения к поколению становится больше аллергиков? Некоторые специалисты считают, что уже через несколько лет аллергиками будут чуть ли не 50% населения планеты. Ну, если 150 лет назад люди не знали, что такое аллергия, не было аллергологов, иммунологов, то сейчас, мы уже об этом говорили по статистике, каждый пятый человек страдает аллергопатологией. К сожалению, да, число это растет с каждым годом и становится чуть ли не эпидемией. Ученые предполагают, что через пару лет это будет действительно составлять 50% населения. Ну, во-первых, этому способствует генетическая предрасположенность, это удобные продукты быстрого приготовления, магазины, супермаркеты, где длительно хранятся продукты, экологические факторы. Это малоподвижный образ жизни, то есть все мы присели за телевизоры, за компьютеры. И официально аллергия признана болезнью городов, развитых стран и обеспеченных малодетных семей. Очень интересно. Ну и в завершении нашей программы хотелось бы услышать ваши советы нашим телезрителям. Впереди период цветения амброзии, который как раз приходится на конец августа, начало сентября. Есть ли возможность как-то подготовить себя вот к сезонам цветения? Ну, к сожалению, у нас уже амброзия, уже начало цветение подсолнечника. Да, уже пациенты обращаются. То есть в этом году, я хочу сказать, наверное, раньше даже, чем в прошлом году. Поэтому те пациенты, которые уже знают свое заболевание, что у них есть поленоз, они, конечно же, приходят за месяц раньше, и мы проводим профилактику. Те пациенты, у которых эти симптомы появились впервые, и они похожи на аллергические, конечно же, к доктору-аллергологу-иммунологу. То есть не сидеть дома, идти в больницу. А наши сочинские больницы сейчас предлагают замечательное лечение для всех больных аллергии. Спасибо большое за очень интересный разговор. И напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была Любовь Бянкина, главный аллерголог города Сочи. Спасибо вам огромное. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова